Сегодня день памяти жертв политических репрессий, жертв Голодомора 30-х годов, жертв Карлага, Степлага, всех жертв Красного Террора. Мы делаем это из уважения к памяти жертв репрессий и голода, и чтобы те страшные дни не повторились вновь. Однако, к большому сожалению, это страшное, это позорное явление, как преследование собственного народа, существует и в наши дни. В наши дни были расстреляны, мирные жители Жанавузена, за их заявленное право на достойную зарплату для достойной жизни. В наши дни в тюрьмах сидит немало политических заключенных Мухтар Джакишев, Арона Тайбек, Макс Бакаев, Авлабас Румаев, Осет Абишев. В наши дни преследуются многодетные матери Айгуря Акберды, Оксана Шевчук, отстаивающие право на достойную жизнь для своих детей и себя. В наши дни преследуют меня за то, что я смею иметь собственное мнение и гражданскую позицию. Каждые праздники меня лишают моего конституционного права, свободного передвижения по территории Республики Казахстан. И это при том, что Республика Казахстан заявляет себя демократическим, правовым, светским, социальным государством, для которого важнейшей ценностью является человек с его жизнью, правами и выбором. Однако, я для себя делаю вывод, что на Республике Казахстан сейчас мой выбор, моя свобода – это ничто. Наверное, поэтому они лишили меня и следующего права – права выбора. На этих лжевыборах я не вижу своего кандидата. Я не вижу настоящего кандидата. Я вижу только представителя олигархата и ручной оппозиции. Если меня преследуют только за один флажок в руках, то как может этот человек быть оппозиционером, чтобы его ещё свободно терпели на выборах? Априори, при нынешнем раскладе априори невозможно никакого представителя оппозиции на этих выборах. Я требую вернуть мне мои права.